Молодежь Красного, Тельвизский, Каменки и Оксина встретились под открытым небом. По таким названиям прошел ежегодный молодежный праздник. Столица Пустозерского сельсовета встречала гостей теплой погодой и спортивным азартом. Под открытым небом один из спортивных праздников Ненецкого округа. В отличие, например, от Коткинской олимпиады, команд тут меньше и приехали не из Припечорья. Оксина, Каменки, Тельвизский и Красного, чтобы в 12-й раз сразиться за кубок победителя. Я думаю, что погода способствует. Потом настроение участников, как видите, они все такие молодые, здоровые, задорные. Также у нас очень хорошо тем, что у нас есть в пришкольном интернате столовая, у нас всегда организован обед. Потому что самое главное – это здоровое питание в здоровом образе жизни. Когда впереди три футбольных матча и несколько волейбольных партий, мысли о идее неактуальны. Хозяева праздника – оксинцы – начали состязание бодро и уверенно. Два последних года кубок не покидал их команды. Ребята так и тренируются – под открытым небом. Спортивный центр, горделиво выросший в прошлом году, ожидает своего часа. У нас планы такие по этому спортивному сооружению. Это будет или филиал Ледового дворца Трут, как мы сейчас поступили с Нижней Пешей, или же в проекте вообще здесь должно строиться здание новой школы. Если реально подтвердятся эти сведения, что школа всё-таки будет строиться здесь, то этот зал будет принадлежать школе. ФОК намного расширит возможности сельчан. В случае плохой погоды спортивный праздник можно перенести в зал, а также добавить в программу настольный теннис, пулевую стрельбу, баскетбол. Большой азарт в состязание внесла игра «Что, где, когда». Она и стала решающей. По результатам спортивных состязаний лидировали красновцы. Своё преимущество подтвердили интеллектуально. Я, во-первых, езжу сюда уже третий год подряд. Мне здесь очень нравится, здорово. Жаль, что возраст уже всё с 14 до 30 лет. Это мой последний год. Всё, я отъездила. Рада, что мы завоевали эту победу долгожданную. Оксинцы взяли второе место. Хозяева праздника ничуть не расстроились. Вот уже несколько лет они входят в тройку победителей. Я сколько играл со школой, студентом. Ну, раза четыре точно выигрывали. А сейчас ещё второе и второе. Ну, как думаете, почему? Да нету, потому что уже молодежи. Уехали все учиться. Третье место также взяли жители Пустозерского сельсовета. Минифутбол, как любитель поиграть. Вот за команду. Сегодня забил два гола. Ну, доволен результатом? Да. Как готовился? У нас там поле, но, конечно, не поле. Так, ворота из чурок в деревне. Ну, обычно играем по вечерам, когда работы уже нет. Новый фок, который планируют запустить уже осенью, будет открыт для всех жителей Пустозерского сельсовета. С ним спортсмены связывают свои будущие победы. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...